До запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» остается месяц. В Центре подготовки космонавтов и на Байконуре вовсю идет подготовка к этому событию. Так, экзамен по ручному причаливанию корабля «Союз МС» на тренажере «Дон Союз» дали командир основного экипажа 20-й экспедиции посещения Александр Мисуркин и его дублер Александр Скворцов. Космонавты «Роскосмоса» выполняли задания по очереди, без помощи бортинженеров из-за отсутствия таковых в составе их экипажей. Постоянное оттачивание навыков стыковки в ручном режиме позволяет космонавтам четко и уверенно действовать в нештатных ситуациях. В это же время на Байконуре продолжается предстартовая подготовка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». На технический комплекс состоялась транспортировка корабля в вакуумную камеру для проведения испытаний на герметичность. Также специалистами Космического центра «Южный» филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Ракетно-космического центра «Прогресс» завершена сборка первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1А». Старт пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря с космодрома Байконур. Модули наземного экспериментального комплекса за моей спиной будут оставаться пустыми еще совсем короткое время. Сейчас в них все готово для прибытия экипажа изоляционного эксперимента. В 8 месяцев отважная команда из трех мужчин и трех женщин проведет здесь в условиях доподлинно воспроизводящих экспедицию космонавтов на Луну. Начиная от старта, выведения на орбиту, в дальнейшем межорбитальный перелет Земля-Луна и выполнение задач, связанных с встречей грузовых кораблей до поставки того научного оборудования, которое необходимо будет для выполнения научных программ, а также выполнение имитационных выходов на лунную поверхность и возвращения обратно. Воссоздается все, но, разумеется, кроме факторов, которые в земных условиях сформировать невозможно, по крайней мере, пока. Их всего два – это невесомость и перегрузки космического полета. В остальном же – 240 суток в малой группе, в условиях ограниченного пространства и максимальной насыщенности эксперимента. Все как в реальной миссии по высадке международного экипажа на поверхность спутника Земли. Мы объявили международный конкурс, и было 96 предложений со всего мира. И мы выбрали в программу «Сириус» «Scientific International Research in Unique Terrestrial Space Station». Это научное исследование, выникальное на земной станции. «Сириус-21» – это третий этап эксперимента, имитирующего полет землян к условному небесному телу. В 2017 году участниками 17-суточного эксперимента стали шестеро мужчин и женщин в равногендерной пропорции под командованием Марка Серова. В 2019 году изоляционный эксперимент продлился уже 4 месяца и включал имитацию высадки участников полета на поверхность Луны. Этот эксперимент осуществляется в интересах космической биологии и медицины. Безусловно, есть определенная разница между полетом на Луну и Марс. Луна является платформой для полета на Марс, таким сообразным трамплином для полета к Красной планете. И сейчас то, что мы делаем, мы делаем в интересах тех или иных полетов. Командир экипажа «Сириус-21» Олег Блинов – начальник отдела по созданию комплексных тренажеров перспективных транспортных кораблей в ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина. Бортинженер корабля Эшли Ковальский из США, который является также участницей совместных космических программ России, Германии и Китая. Виктория Кириченко – врач экипажа и трое исследователей из США, Арабских Эмиратов и России. Екатерина Карякина, Уильям Браун, Салех Амар Аль Амери. Впервые сценарий эксперимента столь близок к реальной научной программе. Участники опробуют порядка семидесятков методик по иммунологии, физиологии, психологии и многих других. Ну и, как отметил командир экипажа «Сириус-21» Олег Блинов, конечно же, и сама жизнь наверняка преподнесет участникам эксперимента различные сюрпризы. Ну а нам остается пожелать удачи всей команде «Сириус-21» и, конечно же, успешного завершения всей программы эксперимента. Продолжение следует... На Байконуре продолжается подготовка узлового модуля «Причал». В монтажно-испытательном корпусе состоялась контрольная засветка солнечных батарей системы бортового электропитания корабля-модуля. Универсальный узловой модуль создан в Ракетно-космической корпорации «Энергия». Старт ракеты-носителя «Союз-21Б» и транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс-МУМ» намечен на 24 ноября. Европейский астронавт Тома-Песке передал командование Международной космической станции космонавту Роскосмоса Антону Шкаплерову. Процесс пересменки на станции — это формальная церемония подписания актов передачи полномочий между двумя командирами. Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года. На Байконуре идет подготовка аппарата «Экспресс-АМУ-7». Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Брис-М» и двумя телекоммуникационными спутниками серии «Экспресс» запланирован в декабре текущего года со стартового комплекса площадки номер 200. Спутники предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории Российской Федерации. Компания информационной спутниковой системы имени академика Решетнева, входящая в Роскосмос, завершила создание трех космических аппаратов «Гонец-М». Они прошли полный цикл наземных испытаний. Космические аппараты созданы для пополнения орбитальной группировки многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д-1М». Задача системы — обеспечение связью труднодоступных территорий, организация сетей передачи данных для различных ведомств, промышленного, экологического и научного мониторинга. Запуск спутников «Гонец-Д-1М» запланирован на 2022 год. Ракетно-космическому центру «Прогресс» присуждена премия правительства Российской Федерации 2020 года в области качества в категории организаций с численностью работников свыше тысячи человек. Премия правительства Российской Федерации ежегодно присуждается различным организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасностью, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента. С целью формирования баллистических условий перед выведением на околоземную орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» на 16 ноября 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции. В 20.40 по московскому времени будет выдана команда и включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработают 478 секунд. Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,3 километра и составит 420 километров над поверхностью Земли. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции поздравили нижегородцев с 800-летием города. Дорогие нижегородцы, вас приветствуют российские члены экипажа 66-й экспедиции на Международной космической станции. Желаем, чтобы 800-летие стало для города началом новых позитивных изменений. Еще раз с праздником, Нижний Новгород! На снимке, сделанном камерой КАСИС орбитального аппарата TraceGase Orbiter, совместной российско-европейской миссии ExoMars 2016, можно увидеть детали истории Красной планеты. Слоистые отложения на дне ударного кратера диаметром 50 километров. Темный песок задерживается в нижних частях рельефа и контрастирует с более светлыми осадочными породами. Местами слои смещены проходящими через них разломами. Около Луны. Автор снимка – Серил Майо. Чтобы определить растущую или убывающую Луну, нужно мысленно провести вертикальную линию посередине диска. Если светлая часть находится справа, то она напоминает букву R, что значит «растущая». А если Луна похожа на букву S, то «стареющая» и в скором времени будет новолуние. На этом снимке естественный спутник Земли освещен справа, что говорит о том, что это растущая Луна. Планета Сатурн. Газовый гигант сейчас в российских широтах находится на небольшой высоте над горизонтом, что очень затрудняет съемку планеты из-за большого слоя атмосферы. Тем не менее, автор Виталий Круглянских добился хорошего результата, сняв далекий газовый гигант на высоте 15 градусов над горизонтом. Сейчас расстояние от Земли до Сатурна – полтора миллиарда километров. Туманность, конская голова и пламя. Одна из самых известных туманностей на небе видна как темный выступ на фоне оранжевой эмиссионной туманности около правого края картинки. Конская голова – непрозрачное полевое облако, заслоняющее свет звезд. Через тысячи лет внутренние движения в облаке приведут к изменению его формы. Внизу слева на картинке – туманность, пламя. Автор фотографии – Висам Аюб. Существует множество комет, которые максимально близко приближаются к Солнцу, иногда до расстояний в перигелии всего в несколько сотен тысяч километров. Кометы малого размера во время таких сближений полностью сгорают, а кометы с крупными ядрами – более трех километров – выдерживают даже несколько близких пролетов. Поэтому такие кометы называют «околосолнечными». Однако даже близкий пролет таких крупных объектов около светила из-за действия приливных сил часто приводит к их распаду. Первой обнаруженной кометой, орбита которой проходила чрезвычайно близко к Солнцу, была большая комета 1680 года. Она пролетала на расстоянии всего 200 тысяч километров от поверхности нашей звезды. До второй половины XIX века считалось, что все пролеты ярких комет – это возвращение одной и той же «околосолнечной» кометы, наблюдавшейся в 1106 году. Однако впоследствии такая гипотеза была опровергнута. С запуском в 1995 году космического аппарата «Соха» стало возможным наблюдать кометы, пролетающие вблизи Солнца в любое время года. В результате с помощью обсерватории «Соха» были открыты сотни околосолнечных комет. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! Субтитры подогнал «Соха» Субтитры подогнал «Соха»